1 мая Казахстан отмечает один из самых добрых и светлых праздников – День Единства Народа Казахстана. Это праздник дружбы, понимания и согласия, которые так необходимы для мирной жизни в стране. В большую семью Казахстана входят представители более 130 национальностей и народностей. И каждый из этих этносов уникален, но вместе мы – один дружный народ. Субтитры создавал DimaTorzok В мире немного стран, которые, как Казахстан, могут похвастать таким разнообразием этносов, соседствующих в мире и согласии под общим шанраком. Но история формирования многонационального государства имеет и печальные страницы. В 30-х годах прошлого столетия при сталинском режиме в Казахстан были депортированы целые народы, которых выгружали в голой степи безо всяких условий к существованию. Выселения продолжались вплоть до 1953 года, до самой смерти Сталина. Ученые-историки посчитали, что с 1920 года и до самого ухода вождя в Советском Союзе прошли 52 депортационные кампании. Судьба переселенцев была трагичной. Немало их число, особенно женщин, детей и стариков, погибли еще в пути. Совершенно иные климатические условия ждали репрессированных и в местах нового расселения. В 1944 году началась депортация турок-месхитинцев. Мухрис Акифов – один из тех, кто был выслан далеко за пределы родного дома. И хотя на тот момент он был совсем мал, до сих пор помнят те 15 суток пути в лютый мороз и то, с каким теплом его семью приняла казахская земля. Как отец сказал, в 4 утра сказали, срочно соберитесь в контору. Ну, они собрались, а потом отец приехал и сказал, так и так, нас высылает на 15 дней, так сказали. Ну, они ничего не взяли, только продукцию взяли. И они, 400 солдата, пришли, в двор зашли. Ну, они охраняли. И мы, что могли, отец сказал, что могли, то взяли. И нас всех грузили на машину, все вещи. И мы, нас вагон-то, не помню, но 15 или 20 дней мы ехали на морозе, там, потом сюда, в Жамбул, в станцию Чапала приехали, нас привезли. И оттуда зимой снег доколели. Всего в 1944 году было репрессировано свыше 115 тысяч представителей турецкой национальности. Большая часть людей была направлена именно в южные регионы. У всех депортированных были ограничены права и свободы. Они работали на шахтах, в строительстве, колхозах и заводах. И каждый из них тогда внес неоценимый вклад в развитие промышленности и сельского хозяйства. Мирибай Умарова унаследовала все самое лучшее от ее отца Латифа Умарова. Он с достоинством выстоял ту лихую годину, был самым старшим в большой семье, а значит, в ответе за всех. День и ночь ее отец работал, чтобы поднять на ноги шестерых братьев, сестру и растущую год за годом свою семью. Семьи местных жителей казахов приняли очень хорошо. Несмотря на эту трудность, несмотря на то, что приходилось последний кусок хлеба делить, ну, выжили, выжили. Приехали, когда уже в Джамбул, стал работать в водоем совхозе имени Джамбула. Вот виноградник, можно сказать, что каждый кустик был обработан его руками, потому что это был пир в виноградаре в совхозе. Получилось так, что семья выросла очень быстро, 8 детей у нас было в семье, мало-мало, а меньше. И отец трудился и день и ночь, и зиму, и в теплое время года. Зимой работал холодильник, там виноград, все фрукты содержали там для переработки. А начиная с марта месяца на винограднике и в саду обрезка, обработка, сбор. А ночью сторожил, потому что во все времена нужно то, что вырастил, нужно еще и уберечь. Таких голодных, холодных приняла наша казахская земля наша. Учитель высшей категории Мирибай Латифовна вот уже 44 года плодотворно трудится на Неве народного просвещения. Она по-матерински искренне и заботливо любит своих учеников и старается раскрыть в их душах самое доброе, лучшее и светлое. За свой педагогический путь Мирибай воспитала немало достойных, умных и талантливых людей. Именно от порога ее класса для тысячи казахстанских ребят и начался путь во взрослую жизнь. Я начала работать в детском саду, несмотря на школьное образование, потому как как-то так получилось, что мне не поверили, что я смогу работать в школе, честно говорю. Вот так получилось. А когда я пришла в садик, меня заведующая спрашивает, вы говорить-то по-русски умеете? Ну, так, буквально через 4 года из воспитателей я выросла в методисты, а потом уже, когда закрыли сад, ушла в школу. В классе Мирибай Латифовны учатся дети разных национальностей, и все они дружат и общаются. Дети неделя друг друга на нации и живут все дружно, говорит учительница. Но больше всего в ее классе преобладали представители немецкой национальности, и это неспроста. Ведь самой масштабной репрессией принято считать депортацию немцев. В Казахстанах было выслано 445 тысяч человек, но, как отмечают историки, по факту немцев было намного больше. Александр Кайзер закончил школу в Джамбуле, затем поступил в высшую школу милиции в Новосибирской области, проработал более 12 лет в системе правоохранительных органов Джамбулской области. Сегодня он со своей семьей живет в Германии, в городе Франкфурт-на-Майне. Но любовь к родине вместе с лучшими воспоминаниями о доме до сих пор живут в его сердце. Когда ты стоишь перед выбором покидать страну и уезжать на совсем, это важный шаг в любой семье. Это все равно, мы долго принимали решение, потому что решение было принято. Но, что касается моей семьи, ностальгия, конечно, бывает и очень сильная. Мы тоскуем по Казахстану, но у меня так становится меньше, потому что мои родственники, мама, дядя, мои воюзные, все-таки, гражданинцы живут продолжать в Джамбуле. Поэтому я стараюсь как можно чаще летать, когда я нагадываю два раза в год летать в Джамбуле. Поэтому без Джамбула я даже и не могу представить свою замечу. Поэтому мы летаем часто и с удовольствием. Чего с теплотой отзываемся о Казахстане, соответственно. Мы были воспитаны в дыхе интернационализма, в дыхе любви к ближнему. Нам было разницы нет, какого вида устремляемых человек, такого цвета кожи и такого цвета у меня глаза. Нам были важны человеческие качества. И мы были на себе друзья, исходя из этих человеческих качеств. У каждого, кто живет в Казахстане, я думаю, есть друзья казахи, русские, немцы, уйгури, корейцы, в Индане. Я думаю, точная песня, языка и особых традиций, связанных с средними корнями или с средними корнями в этой же прахе. Чем больше национальности, этносов и народности, тем больше цветнее краше. Поэтому я против главы организации. Я только за то, что за много национальных мир. С первых дней независимости глава государства Нурсултан Азарбаев уделяет большое внимание сохранению мира на нашей земле. Благодаря чему сегодня Казахстан стал примером согласия и единства для многих стран. Во всех достижениях республики есть весомый вклад уникального общественного института Ассамблей народа Казахстана. А государством создаются все условия для сохранения и развития культуры, традиций, представителей всех этносов, проживающих в стране. Мир на небо над нашими головами позволит нам сегодня выйти на улицы родных городов и сел, чтобы все вместе отпраздновать день единства народа Казахстана. Под словом «нация» я подразумеваю всех граждан Казахстана, вне зависимости от национальной принадлежности, сказал глава государства. Стабильность, единство, согласие – основа модернизации. Это три основные платформы, на которых сегодня держится наша страна. Сегодня 1 мая, и это воистину прекрасный праздник, праздник единства народа Казахстана. ПОДПИССКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИ Субтитры создавал DimaTorzok